Уже от родного автомобиля мало что осталось. Поменяли двигатель, мосты, ну можно сказать, все поменяли, только один капот остался и лобовая, рамка лобовая. Таких же переделанных автомобилей марки УАЗ, как, впрочем, и других внедорожников, на джип-фестивале не один десяток. От оригинала у многих из них остались лишь некоторые детали – переделывать или покупать. Вопрос, который каждый из участников мероприятия ставил перед собой. Все для того, чтобы сегодня своим авто не просто удивлять, а порой даже шокировать. Стандартные автомобили, как мы называем, лакированные, напудренные. И также подготовленные автомобили, котлеты, сделанные из разных марок автомобилей. И категория АТВ. Будем стараться, чтобы это шоу было прекрасным, чтобы всем понравилось. И на следующий год мы собрали гораздо больше людей. Большое количество гостей на протяжении нескольких дней принимал ограниченный полигон. Это неудивительно, ведь в таком серьезном масштабе Брест встречает фестиваль впервые. Интересна эта автоплощадка и для самих владельцев уникальных машин. Никогда не знаешь, где найдешь идею для усовершенствования модификации. Сегодня внедорожное движение находится на пике своей популярности. Однако важно, чтобы идею поддерживала молодежь. Хочется более популярным сделать этот спорт, чтобы подтянуть и молодежь к здоровому образу жизни, к настоящему мужскому спорту. Этот спорт воспитывает в людях, в мужчинах, настоящих людей. Масштабный автофест стал площадкой для налаживания тесного и продуктивного сотрудничества. В рамках мероприятия сотрудники МЧС и джип-гонщики заключили своеобразное соглашение, согласно которому владельцы больших внедорожников станут волонтерами ведомства и будут оказывать помощь тем, кто оказался в чрезвычайной ситуации. Одну из них, правда, условно, но совместно, они отработали во время импровизированных учений. Машина с человеком оказалась под водой. На помощь пострадавшему поспешили и автовладельцы, и сотрудники службы дня и ночи. Мы развиваем волонтерское движение по всем направлениям, в части предупреждения, по сравнению в чрезвычайной ситуации. А вот эти ребята, которые на таких серьезных автомобилях, джипах, вездеходах, конечно, мы их практически всех знаем. И мы просим при необходимости тоже участвовать в каких-либо операциях в чрезвычайной ситуации. Ну, допустим, был Хавьер 2013, тогда, конечно, их можно было бы использовать в полном объеме, потому что пройти через снежные заносы и так далее, вот такая техника очень даже нужна. Поэтому нормальное взаимодействие, нормальное понимание, ребята все отзываются очень даже хорошо, вот есть контакт, поэтому будем работать и дальше. Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.